Всем респект, братва! С вами Родежство 20 Гигабайт, и это последнее видео в этом году, где я, прям как взрослый и успешный, подведу итоги года и назову топ-5 самых худших и самых лучших игр, по моему скромному мнению. Да-да-да, я знаю, кому не насрать на моё мнение, на моём канале нет даже 20 тысяч подписчиков, но просто этим видосом хочется закрыть год как-то более традиционно, что ли. И на самом деле, мне бы больше хотелось знать ваши топы, ну и мысли по поводу игр, которые я упомяну тут, так что пишите их в комментариях, я всегда всё читаю, можете убедиться лично. Сразу скажу, все топы максимально необъективны и являются моими личными. Одно из важных условий попадания туда, это то, что я должен был играть в эту игру, поэтому многие хорошие игры, в которые я не играл, туда не попали. Ну, например, вторая часть Legend of Zelda. То же касается и плохих игр, я не играл, например, в Call of Duty Modern Warfare 3, Diablo 4, Gollum, Redfall, поэтому в топы их и не включил. Опять же, если вы играли, делитесь мнением в комментариях. И всех с наступающим, братва, не забывайте подписываться на канал, если ещё не подписаны, вам заходит контент, также жду всех в телеге, на Твиче, как всегда, ссылочка в описании, а мы начинаем, погнали! Несмотря на то, что 2023 год был богат на хорошие игры, начинаем мы, как всегда, с плохого, ведь его тоже было предостаточно. Хотя с топом пяти худших игр всё гораздо сложнее, ведь я предпочитаю не тратить время на откровенно дерьмовые игры. Его не на все хорошие-то хватает, чтобы через силу ещё играть в какой-то кал. Поэтому, если вы тут найдёте игру, которая вам нравится, можете смело писать в комментариях, что я мало играл, ничего не понял, что я вообще аутист, ноунейми, не авторитет, да и к тому же жирный. Однако менять не остановит. И начнём топ-5 худших игр, мы с недоразумения от Square Enix, которая носит имя Forspoken. Максимально нелепая история чернокожей девушки из Нью-Йорка, которую зовут Фрея. И тут вы скажете, ммм, чернокожая женщина, тут попахивает повесточкой, и я бы сказал, да, но скажу я, расист, расист. Кстати, создатели игры, если и пытались в повесточку, получилось у них как не очень, ведь наша чернокожая главная героиня, оказывается, мерзкая воровка, которую ловят и приговаривают в суде к условке. Надо было ещё ей в суде крылышки KFC подсунуть. После суда ей дают люлей криминальные элементы, которым она задолжала, а потом сжигают нахрен её хату вместе с тем, что она награбила за все эти годы. Она отправляется на крышу думать над тем, как жизнь несправедливо угнетает несчастных чернокожих женщин, которые всего лишь хотели вместо работы воровать, и ничего более. И в этот момент магическим образом она попадает в фантастический мир под названием Атия, который, конечно же, надо спасать. Сюжет максимально глуп, диалоги ужасны, персонажи никакие, а главная героиня вообще вызывает отвращение и совсем к себе не располагает. Но всё это можно было бы простить, если бы геймплей был интересен. Но нет, игра уныла чуть более чем полностью, даже боёвка, которая в роликах вроде выглядит эффектно, играется как совершенно неинтересно, и в ней практически отсутствует импакт. Сам мир игры пуст и однообразен. И в итоге на выходе мы имеем тупой сюжет, раздражающий главная героиня, унылый геймплей. Отличный набор, чтобы отметиться в худших играх этого года. Но если как бы с Force Poken всё понятно, её ругали все из-за дела, то следующая игра не понравилась лично мне. И я говорю про недавно релизнувшийся шутер от одного из создателей Battlefield Патрика Содерунда и его новой студии Embark. Да, я полностью отдаю себе отсчёт, что в игре довольно неплохая графика, отличная оптимизация, что в наше время редкость и уже достойна похвалы. Очень крутая и зрелищная разрушаемость. Кроме того, игра ещё и бесплатная. Так хули, а сейчас я тут выёбнусь? Лучше бы сам попробовал хоть что-то сделать, а потом же критиковал. Правильно, ну ёбнё. Ну уж извините, смотря трейлеры, я тоже ждал The Finals. Однако вкусы у всех разные, и кто-то бесплатно готов кушать игру, которая мало того, что выглядит как сон Фортнайтера под наркотой, так ещё и обладает одним из самых высоких ТТК в шутерах. Лично я не люблю в шутерах по 5 секунд стрелять во врага, чтобы его убить. Это сразу уничтожает во мне всякий интерес. Именно поэтому в своё время я не смог играть, например, в Apex Legends. Поэтому, играя в бету, я не испытывал ничего, кроме разочарования. Вроде как всё круто, динамично, но господи, ну как же душно и скучно бегать за всеми этими ящичками среди цветастых декораций. И пытаться убить врага, выпуская в него почти полный магазин скалаша. В общем, не то чтобы игра прям плохая, но вот просто совсем не моё. Ещё и монетизация там довольно агрессивная, что очков в игре не добавляет. И если вы сейчас думаете, что я обосрал какую-то хорошую игру, погодите, сейчас будет ещё лучше. Следующая игра в моём топе худших вообще имеет крайне положительные отзывы в Симе и продаётся за копейки. Руссы против ящеров. Она даже была в топе продаж очень долго. И да, я её купил и поиграл, раз уж такой ажиотаж. Мне прям стало интересно, что ж там такого хорошего. В итоге игра оказалась кривым, косым, высерым, сделанным на коленке, которая просто выезжает за счёт мемной темы про славянский зажим яйцами. Всё больше думаю, что им не надо сделать какую-нибудь игру из бесплатных ассетов. Включить туда какой-нибудь популярный мем и собирать деньги с тысяч гоев, которые будут переться с мемчиков. Да, я понимаю, игра дешёвая. И я понимаю, что игра это как бы шутка. Но как же меня все ей заколебали? А ты играл в руссы против ящеров? Да, я играл. Это откровенная халтура, слепленная только для того, чтобы заработать бабла на дурачках, а ручек про славянский зажим яйцами. Она не стоит внимания и времени, она скучная и кривая. Да, даже за 30 рублей низкая цена игры её лучше не делает. Если меня спросят, что лучше, купить стейк за 3000 рублей, или говно зебры за 1 рубль, я всё-таки выберу стейк. Таких игр за копейки выходит очень много, но именно это внезапно получилось слишком много хайпа, отчего я её так и не взлюбил. Да простят меня любители. Но не волнуйтесь, следующий участик этого топа вам понравится. Старфилд. Игра, от которой ждали очень многие, очень многого. А зря. Я предупреждал, что не стоит сильно раскатывать губу в своём летнем видео. И вот после релиза игра получила кучу критики. И довольно большая часть этой критики заслужена. Тот Говард, как я и думал, всё ещё остался мастером сладких речей, который выполняет свои обещания лишь формально. Обещал нам тысячи планет. Обещание выполнено, но никто же не обещал нам тысячи уникальных и интересных планет. Поэтому получите генерированную копипасту с парой-тройкой видов активности. Космос обещал, ну вот он есть. Однако нормально летать по нему нельзя, да и вообще геймплея в нём крайне мало. И сильно интересным его не назвать. Если его вырезать полностью, игра почти ничего не потеряет. Я уж молчу про стандартные проблемы беседки. Отвратительный интерфейс, унылый сюжетный квест, не самая лучшая оптимизация и загрузочные экраны. Загрузочные экраны, это вообще отдельная тема. Их так много, что наверное их можно было отнести к отдельному виду контента игры. В общем подробнее про эту игру я уже рассказал в своём видео, оставлю ссылочку в описании. А сейчас скажу просто, эта игра могла быть гораздо лучше. Однако во многих аспектах она разочаровала даже меня, любителя игр беседки, готового им многое простить. Но все эти игры являются настоящими шедеврами по сравнению со следующим участником этого топа. Игрой, которая обосралась так сильно, что мне ж понравилось. И я говорю конечно же про наш любимый The Day Before. Игра вызывала сомнения с самого начала, но масштабов пиздеца, даже я, рассказывавший о всех проблемах разработки ещё до выхода, всё-таки не ожидал. Изначальные трейлеры игры были настолько далеки от того, чтобы увидели на релизе в раннем доступе, что даже я, изначально скептически настроенный к игре, обхел и сгорел. В игре были огромные технические проблемы, и с серверами, на которых были вечные очереди, и с самой игрой, которая была плохо оптимизирована и лагала даже на мои 48, при этом имея довольно посредственную графику, которая претерпела огромный даунгрейд. Кроме того, она была полна багов и регулярно вылетала. Но это ещё не всё. Геймплей игры был максимально примитивным и скучным. Игралась игра максимально неудобно и криво. Город был пустой, зомби одинаковые, других игроков встретить было сложно, и это при полных-то серверах. Карта здоровая, но бестолковая, механики унылые, а некоторые вообще бесполезные, экономика сломана. В общем, в игре было плохо практически всё. К терпимому можно было отнести разве что стрельбу, да и то хорошую её можно назвать с натяжечкой. Однако даже у такого выстера нашлось огромное количество защитников, которые даже сейчас продолжают защищать игру в комментах к моему обзору. Ссылочку на него, кстати, оставлю в описании. И вот разработчики игры умудрились плюнуть в душу даже им. И через 4 дня после выхода игры объявили о закрытии студии и прекращении поддержки, который ещё даже и не успел начаться. Про этот тоже видос есть, ссылочка там же, где и всегда. В январе сервера игры уже перестанут работать. И весь этот эпический абазрамс был настолько крупным и громким, что это даже было не столько грустно, сколько забавно. Заслуженное первое место в топе 5 худших игр этого года. Эту игру точно ещё буду долго вспоминать и не самыми добрыми словами. Так, плохое обсудили, давайте уже наконец о хорошем. Топ 5 лучших игр 2023 года. И начнём мы с игры, на которую изначально я смотрелся со скептицизмом. Atomic Heart. Ещё во времена, когда про игру было мало что известно и в сети было просто пара трейлеров, ходили слухи о производственном аду, в который игра попала. Мол, у разработчиков нет общего видения проекта, а трейлеры чуть ли не фейковые и являются просто маркетингом. Ну, примерно как-то было у The Day Before. Но тут всё оказалось совсем не так плохо, а даже наоборот, очень хорошо. После релиза все сомнения развеялись, а мой скептицизм довольно быстро улетучился. У игры была сочнейшая графика и топовая, уникальная атмосфера. При этом, что очень внезапно, особенно в наше время, технически, игра была собрана отлично. Ничего не лагало и не баговало. Шедевральный саундтрек просто разъебывал в некоторых местах и надолго поселился в моём плейлисте. Сам геймплей тоже не подкачал. Боёвка добротная, головоломки интересные, система лутания вообще новаторская и удобная. Сюжет игры, может, и не хватал, звёзд с неба. Однако, подом был отлично. Большое количество интересных диалогов и запоминающихся персонажей. Короче, это однозначно один из лучших отечественных проектов в истории. И просто отличная игра 2023 года. Прошёл с огромным удовольствием, чего и вам советую. Следующий проект этого года, который запал мне в душу. Robocop Rock City. С ним я словил настоящую биполярочку. Изначально я был настроен очень оптимистично, потому что разработчики до него сделали отличный терминатор Resistance. Потом нам показали геймплей, и я начал относиться к игре скептически, потому что выглядел этот геймплей совершенно неубедительно и местами напоминал мне скорее мобильную игру. Потом разработчики выпустили демку, который мне уже самому удалось пощупать геймплей, и он оказался довольно играбельным. И вот после релиза я окончательно убедился, игра отличная. Да, выезжает она в основном на ностальгии и внимании разрабов к оригиналу. Но я, как фанат первого фильма, являюсь прям их целевой аудиторией. В игре, конечно, есть и недостатки. Хотелось бы мир побольше или техническую сторону поприятней. Но в игре всё ещё имеется отличная атмосфера, хорошая графика, юмор, родной саундтрек и узнаваемые локации. Всё это доставляло мне максимально, пока я в неё играл. Да и как шутан игра вполне неплоха, хоть и не ААА, конечно. Любителям первых двух частей фильма крайне рекомендую, а остальным советую посмотреть какие-нибудь видео с геймплеем и решить. Моё, кстати, тоже можно, ссылочка в описании. Впрочем, Робокоп не единственный легендарный герой, который в этом году получил годную игру. Человек-паук 2 вышел тоже отлично. Многие ругали сюжеты, то, что игра вышла прям, ну, типичным сикелом от Sony. Однако, мне было пофигу. Есть и зрелищность, и отличный юмор, и уличный в два раза Нью-Йорк. Куча родных персонажей, куча интересных и не очень активностей. Но в конце концов, это же просто ещё одна история про паука, точнее, про обоих пауков, которые воспринимаются, ну, как-то по-родному. Да, игра очень похожа на первую часть, что типично для сикелов от Sony. Ну, вспомните хотя бы году ворог на рок или Horizon Forbidden West. Однако, тут я считаю, вторая часть почти во всём получилась качественнее первой. Ну, разве что сюжет остался примерно на том же самом уровне. Insomniac отлично прокачали боёвку, добавили контента и графона современили. Исследовать Нью-Йорк всё так же приятно. Смотреть сюжет, пусть и даже местами глуповатый, всё так же интересно. У Sony сейчас сложный период, и это, наверное, одна из немногих игр этого года, которая у них прям получилась действительно хорошо. Врать не буду, я тут не очень объективен, ибо являюсь большим поклонником Человека-паука в целом. Но, разве не для подобных фанатов эти игры и делаются? Да и топ это лично мой. И вообще, я в другом городе, чё ты здесь делаешь? Ну, а сейчас приготовьтесь удивляться. Да, это Starfield, который был в топ-5 худших игр года. В этот топ я его тоже включил. Биполярочка, 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 биполярочка. Я знаю, у игры куча недостатков, и она точно была одним из главных разочарований года. Однако, можете назвать меня говноедом, я к этому готов. Достоинств у игры тоже хватает. Она смогла меня увлечь и долго не отпускала. Всё дело в том, что в игре, помимо всего плохого, присутствуют и хорошие моменты, которые люди почему-то упорно не хотят замечать. Есть большие и интересные квесты фракции, которые отлично раскрывают лор. Тут тебе работа под прикрытием на пиратов, и сражения с инопланетными существами, и вестерн стиль Фоллаута. Играй в эти квесты, быстро забываешь об убогости основного сюжета и наслаждаешься игрой. Кроме крупных квестов, есть и забавные короткие, которые отлично разбавляют процесс. А ещё, внимание, в игре хорошая графика. Да-да-да, я не понимаю тех, кто с этим спорит. Я не говорю, что графон прям идеальный. То, что генерируется, да, действительно выглядит хреново, но то, что собрано вручную, отлично. Плюс хорошее освещение, детальное оружие и броня. Короче, графон хороший. Он отлично поддерживает атмосферу. Ко всему прочему, в этой игре лучшая боевая система среди игр без сетки. Перестрелки в невесомости или с разной гравитацией очень весело играются. Диалоги стали вполне интереснее. Да, это вообще не игра года, потому что недостатки и такая вот типичная беседковость просто не дадут Старфилду ей стать. Но плохую игру назвать нельзя. В крайнем случае тут можно сказать, всё не так однозначно. Она реально доставляет некоторыми своими моментами. Жаль, беседка не дотянула, и тот снова выполнил кучу своих обещаний лишь формально. Ещё раз, и про достоинства, и про недостатки я рассказал в видосе про Старфилд. Если не смотрели, гляньте по ссылочке в описании. Ну и кто же у нас самый лучший? Да, я тут максимально банален. Baldur's Gate 3 лучшая игра этого года. Я бы хотел быть оригинальней, но не могу. Так что присоединяюсь ко всем жополизам Ларионов и с радостью целую их попку в благодарности за такой шедевр. Не все на самом деле понимают, почему Baldur's Gate так хороша. Да, у нас есть отличная и интересная боевая система, которую даже такого ненавистника пошаговых боёв, как я, смогла увлечь. И заставить в ней разбираться. Да, есть и хорошая графика, которая очень впечатляет, особенно для изометрической РПГ. Есть вроде и интересный сюжет, который интригует с самого начала и ведёт через всю игру. Куча сторонних историй, тоже интересных и увлекательных. Но всё дело не только в этих типичных и стандартных для игры года достоинствах. Эта игра так хороша тем, что вводит жанр CRPG, то есть в целом подобных игр, на новый уровень. На уровень AAA. Игра ощущается не как нишевая, а как массовая. Посмотрите на количество отзывов, на её онлайн и в целом на продажи. Поймёте, что это правда. Если раньше игры подобного жанра всегда были для любителей, то Baldur's Gate 3 я советую играть даже тем, кто любителями не является. Это я, например. В общем, по классике. Хотите подробностей, посмотрите видео по ссылке в описании. А сейчас я просто скажу, что Baldur's Gate 3 однозначно лучшее, во что я играл в этом году. Простите меня за неоригинальность. И перед тем, как перейти к заключению, мне бы хотелось выделить несколько игр, которые не попали в топы, но мне очень хочется их упомянуть. Категория ПОПУЙ ГОДА. Юбисофт и их аватар Фронтир Сонф Пандора. Игра вышла настолько юбисофтовской, что я даже не стал делать на неё обзор, просто потому что не стал в неё играть. Мне хватило глянуть пару видео и стримов, чтобы понять. Это типичный открытый мир Юбисофт, неинтересный сюжет, никакие персонажи, это даже не Фар Край. Хоть и очень пытается им быть, но Фар Край гораздо более запоминающийся. Там хоть персонажи есть иногда интересные. Тут же единственное, что можно выделить графон, он выглядит достойно. Но это всё, что можно отметить. Всем так п***ю на игру, что спустя две недели Юбики уже дали на неё скидку. Это грустно на самом деле, может быть я её даже когда-нибудь куплю, там с жалостью, ну и чтобы насладиться графоном. Но только когда скидка будет побольше, а пока что я не готов. Ремейки года. Полноценными играми я всё же ремейки не считаю, поэтому в топы их не включал, но не могу не упомянуть о том, что в этом году вышло два эталонных ремейка. Во-первых, Resident Evil 4, во-вторых, Dead Space. Про оба можно сказать примерно одно и то же. Это те же самые игры, которые мы любили в прошлом, но их максимально визуально и геймплейно осовременили. Играются они просто отлично, при этом их расширили, что-то добавили, где-то что-то подправили, но воспринимаются они прям как оригиналы. Вот как надо делать ремейки. Если вы в них не играли, я очень советую. Ну и последнее DLC года, конечно же, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Отличная сюжетка, огромные апдейты оригинальной игры. Хотелось бы новую локацию побольше, однако и так хорошо. Киберпанки я всегда любил и очень ждал этой DLC. CD Projekt'ы смогли предоставить мне даже больше, чем я ожидал. Куча новых механик, новая прокачка и так далее. Я очень надеюсь, что то, что было на запуске оригинального Киберпанка, больше не повторится. Я не смог держать свои будущие игры на том уровне качества, куда они смогли привести Киберпанк. Да, братва, это был очень насыщенный год. Было куча игр и хороших, и плохих. И в новом году я хочу пожелать вам почаще испытывать эмоции, связанные с играми. Ведь эмоции это и есть наша жизнь. Угусть вас бомбит, пусть вы радуетесь. Это всегда хорошо. Главное, не призаказывайте игры и сохраняйте холодный разум. А также подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на Twitch, телегу, пишите комментарии. Ну и не болейте, конечно же. Всех с наступающим и увидимся в новом году. А на сегодня это всё. С вами был Мародёр 120 гигабайт. Жёстких всем респектр. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok